Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась новая выставка. И называется она «Пётр I и его время». Выставка посвящена 350-летию со дня рождения Петра Великого. Пётр I родился 30 мая или 9 июня 1672 года. Пётр Великий, так назван был в народе, за свои дела, за свои преобразования. Мальчик, который в 4 года остался без отца. В 10 лет он уже на троне. Трон разделяет со своим вторым братом Иваном. Но Иван очень слаб по здоровью, и Пётр, как инициативный и живой мальчишка, во всё вникает сам. В 1689 году он берёт бразды правления в свои руки. С этого времени Пётр – единоличный державный владитель России. Мы видим Фёдора, его старшего брата, который немного был на троне, но Фёдор рано умирает. Москва, в то время, когда жил император. Ганнибал, рабчонок, которого Пётр взял. И когда он приблизил его к себе, тот оказался смышлённым, инициативным мальчишкой. Он взял его даже в свои библиотекари, он поручил ему свои книги. Следующий стенд – это семейная личная жизнь Петра. Его вторая жена Екатерина, его дочь Елизавета Петровна, его дети Алексей. Картина Николая Николаевича Ге, когда Пётр допрашивает Алексея. Немножко ниже мы видим сподвижников Петра, Менщиков, Менщиков-Берёзове. Пётр, первое его путешествие за границу, когда он, как Пётр Михайлов, отправляется инкогнито смотреть, а как живёт мир. Он берёт всё, что НАТО потом будет ему необходимо, что пригодится ему потом в преобразованиях. Военное дело, экономику, управление стран и так далее. Здесь мы видим, когда Пётр, 721 год, Пётр становится императором. Реформа и преобразование Петра. Конечно, его главное детище – это 1703 год, это его Санкт-Петербург. Это его походы за рубеж, военные походы. Пётр прекрасно понимал, что развитие торговли невозможно без выхода на моря, Чёрное и Балтийское море. Пётр, 21 год, ведёт спор с Карлом XII. Когда в свои первые путешествия за границей он появляется в Кёнигсберге, он знакомится с Фридрихом, королём Пруссии. Вот некоторые фрагменты из того, что в музеях Калининграда мы видим сейчас. Памятник, янтарный портрет. И вот эта медаль, в одном из медеев очень интересная медаль, когда Пётр вешал четырёхкилограммовую медаль на грудь тому, кто очень много пил вина. Если вернуться к Северной войне, Полтавская битва – это наши грандиозные победы, 709 год. Пётр большое значение уделял флоту. Он строил флот в Воронеже и Архангельске строил. Военно-морской флот начинается с Петра. Пётр очень много внимания уделяет государственному устройству. Ему в этом помогают иностранцы. Это Лефорт, это Беринг. Беринг он отправляет в 1924 году смотреть, а что же такое дальние рубежи России, что такое Камчатка. Пётр I интересовал и поэтов, и писателей, и композиторов. Мы видим Александра Сергеевича Пушкина, его произведения о Петре. Чайковский написал оперу на сюжет Мазепы. Мережковский, Тынянов, Толстой, Алексей Толстой, Медный всадник – всё это посвящено Петру. Пластинка Чайковского, Мазепа. Были очень популярны канты. Канты, победные марши, они тоже представлены здесь. Пётр Ильич Чайковский написал в честь Петра на 200-летие его рождения кантату. А теперь, дорогие друзья, приглашаем на нашу выставку. На встречу с императором Петром I. Петра. Петра. Петра.